Понимаете, вот здесь почему-то у меня самое сложное не вымыть посуду, а самое сложное это, ее положить на место, вот это самое сложное. Мы обычно моем сушилку вот в эту и опять сушилки берем, а разобрать посуду никогда не хочется. Разбирать посуду это самое такое, как живется в США, скажите честно, честно скажу, ужасно плохо. Мы рыдаем каждый день, каждый день плачем, очень плохо здесь там живется, ну вот если, потому что это для вас честно, если бы я сказала хорошо, вы бы сказали, я не честная, поэтому я вам честно говорю, мы рыдаем каждый день, каждый день, и никто успокоить нас не может. Вот это вот честно. Отчего рыдаете? По березкам скучаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот так. Видите, посуду мою с вами вместе. Субболка, да? Ну да, такая у нас. Эт Харди эта футболка. Сейчас уже таких не купишь, из таких уже нету где. Все молча смотрят. Спасибо вам на сердечки. Сейчас начнём готовить. Через, буквально через 2 минуты. Мне надо просто всё тут подубрать. Эт Харди, напиши, очень красивые вещи у него, яркие, по крайней мере. Они, может, не все нравятся, и я помню, тогда у меня Эт Харди появился, и я увидела у Киркорова такую, эту, показывали по телевизору, он в Эт Харди был. Он говорит, вот, у меня такая модная, а я сидела, говорю, а у меня уже давно она есть. Он говорит, модная у меня, говорит, кофта Эт Харди, он там что-то про Эт Харди говорил. Я хочу сделать так, чтобы я и читать могла, и вы всё это видели. Как бы мне вот так сделать. Спала ли ты сегодня? Конечно, спала. Вы сегодня настоящая. Эт Харди, а я всегда настоящая, честно говоря. Всегда. Просто, когда делаешь видео, его можно вырезать, а здесь ничего не вырезать. Поэтому вот так получается, что трескоп вроде как более настоящий. Сейчас ещё выражу моё чудо. Итак, начинаем. Где у нас там курица? Это у меня ёлочные игрушки. Это у меня ногти, волосы, ресницы, зубы. А что там ещё у меня? Это шпинат. Это у меня чулки для Любы. Смотрите, какие. Видите, вот тут на силиконе. Она оденет, и не надо полностью колготки одевать. Я не люблю полностью колготки. Ну, это если правильно, там в России может холоднее. Деловая, ну не говори. Это у меня грибы. Видите, грибочки. Сыр у меня уже натертый. У меня 6 грудок, и из 6 грудок у меня получится 12 рулетиков. Настенька, всё, милый, успеваю. Как же не успевать-то, ну. Что мы делаем? Мы моем грудки куриные. В раковину все их бахнули. И моем их по одной. Грудки огромные, как будто, знаете, этот. От индейки. Но это курица. Сыр, Сынюша, видите, какие ножики купили? Так вот, раз. Нет, без костей. Без костей. Что я делаю? Я каждую грудку сейчас рассматриваю, чтобы отрезать там жир какой-то, если есть. Потому что жир, конечно, не приветствуется ни кем, правильно? Вот, но тут его не так уж много, но не нравится мне, конечно, когда жир. Поэтому я его вырезаю. Ну, все. В принципе, грудки ровные. С чем будут грудки? Грудки будут с грибами. С грибами внутри. Что я делаю? Я уже, конечно, в интернете выставляла этот рецепт. Но показываю еще раз. Каждую грудку я режу напополам. Вот так вот режешь ее по плоскости, чтобы у вас оставалось две половинки. Я разрезала, конечно, не очень хорошо, потому что одна у меня получилась тоненькая, а вторая толстая. Но можно из толстой сделать еще один рулетик. Вот, я так вот его сейчас подрежу. И у меня получится три рулетика, в принципе, из одной. Видите? Вот этот рулетик тоже можно будет завернуть. Вот у меня три. Получилось пласта. Сейчас еще подрежем. Ну вот, смотрите, получилось намного больше, чем я ожидала. Получится сколько рулетиков? Раз, два. Тут жир вот висит. Три. Двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать получилось! Супер! Я очень рада, что вы делаете что-то по моему рецепту. Я никогда в жизни не думала, что кто-то вообще у меня будет какие-то рецепты еще брать. Понимаете? Это же вообще что-то. Так, что мы делаем теперь? Теперь я беру, вот это все отставляем мы. Ну и я все это буду сейчас класть на тарелку. Все эти грудки я кладу... Куда ж много? Там шестьдесят человек будет. Я же с собой понесу. Это же мы на бал несем с собой. Кто что наготовит. Помою досочку. И на этой досочке я сейчас буду рубать грибочки. Эльвира тоже будет там. Но я даже не представляю, что там Эльвира. Она готовит столько, что моё и есть они будут. Грибочки мы сейчас помоем. Так, что вы мне там пишите? Пошла я мюсли наверну. Ты все какую-то еду кушаешь нездоровую. Мюсли ветча. Ну, тебе так, кушать нормально. А ты все на диете сидишь. Хотя, как я, Ать, кто бы говорил. Действительно. Представлю, что там Эльвира на волшебне. Я даже представлять не могу. Сейчас я немножко порубаю их вот так, помельче. Так, что мы сейчас делаем, ребятки? Сейчас я вас переставлю на другое место. Всю вашу демонстрацию. Вот видите, я грибы поместила на сковородку и включаю плиту. Делать. Соли не забудь. Не, соль. У меня, знаете, что? У меня соус сырный. Я соусом сырный. Поэтому соли я не кладу. Вот такой соус у меня, видите, сырный. Бертоли называется. И я заливаю грибы вот этим соусом. Даже нет, что-то я спутала. Нет, грибы я не буду заливать соусом. Грибы я кладу в эти... В рулетики. Но этот самый соус у меня будет для соуса. Вкусный соус, да, хороший. Ну, я думаю, да, сырный соус. Спросите где-нибудь сырный. Любой соус можно подобрать. А что за грибы? Грибы просто эти... Шампиньоны. У нас же нет других грибов. У нас только шампиньоны и портабелло. Винни где работает? У Винни сейчас свой бизнес. Продолжаем передачу с МАК. Да, грибочки у меня жарятся сейчас. Сейчас из них водичка повыйдет чуть-чуть. Знаете, когда грибы делаешь на сковородке, воды сначала очень много появляется. А потом она выкипает. И тогда я вот... Винни сейчас можно все это сделать. Глупо у меня нет сегодня. Самое главное не подвернуться со своим комплиментом. Хорошо выглядите. Спасибо вам. Спасибо вам. Ой, девочки, хочу я... Хочу я почистить манго. Всем бы вас угостила манго. Но вот никак не могу вас всех угостить. Манго очень люблю. И манго именно, знаете, который полежал. И уже вот он совсем мягкий и сладкий. Я такие манго очень люблю. Манго для себя. Сейчас просто хочу манго поесть. Ни для чего. Это не в рецепт не входит манго. Я, знаете, утром манго делаю с творогом. Кладу творог в этот ложку. И кладу кусочки манго. И очень вкусно. Посмотрите, сколько воды в грибах. Плавает просто в воде. Такое вкусное манго. Я фрукты вообще не очень люблю сами. Вообще фрукты редко ем. Не знаю почему. Девочки, я обожала фрукты всем своим сердцем. Видимо, я их так переела. Видимо, от недостатка на них набросилась. И переела до такой степени, что не люблю фрукты теперь и всё. Вот, очень редко. Но вот манго так более-менее я могу. Вы же говорили, что не любите есть на камеру. Ну, а вас это беспокоит сейчас или как? Я не понимаю. И ем иногда. Тем более, это прямой эфир. Вы же там все и смотрите на меня и кушаете. Почему? Я не могу. Я буду... 6 января я приступаю на работу. Заступаю на работу. Начинаю работать. Или как сказать? Вкусно. Да, выхожу на работу. 6 января. У меня начинается класс. В зал не хожу. К своему великому стыду не хожу. Доброе утро в Екатеринбург. Мы почти уже выкипели у меня грибочки. Хорошо бы, конечно, сюда добавить нючку. Сейчас я добавлю на ней сухой лук. Когда я забываю купить лук, я могу положить сухой лук сюда. И когда он вместе с этим жарится, тушится, то как настоящий лук получается. А лука у меня сегодня нет, поэтому... И добавлю маслица чуть-чуть. Нет, оливьешку не будем резать, но 100% кто-нибудь ее принесет. Я же делаю еду не для себя, а для того, чтобы с собой отнести. Оливьешек будет 100% завалить. А вот рулетиков куриных не будет. Откуда вы родом? Родом я из Рыбинской, Ярославской области. Из моего милого, милого городка. Сейчас налью немножко водички. Водички уже недостаточно. Уже сухо все получается. Сейчас какие-нибудь спайси сделаю. Специи. Я очень люблю вот такие специи. Называются они Emeril. Называются Seasoning. Что на шее у жирафа. А какие-то такие штучки, знаете, с этого. С праздника. Сейчас покажу. Смотрите, какие штучки разные. Мы ходили свиньи в бар. Называется он Draft House. И там был какой-то тропический вечер. И все были в гавайских цветочках и вот таких штуках. Итак. У нас готовы грибочки с луком. Всех вас переставляю. Пойдемте все со мной. Итак, девочки. У меня вот такие палочки, да, они вроде как называются. Ту спик. Ну, конечно, они, не знаю, для зубов такие мы не используем. Я их покупаю для того, чтобы не разворачивались вот эти вот мои куриные рулеты. Что я делаю? Ну, вот некоторые рулеты, конечно, получатся уродливыми. И вот так вот я, что я делаю. Я кладу... Я кладу грибочки прямо вот по центру, по центру вот этих грудок. Вот так я кладу грибочки. Сейчас покажу вам еще кое-что. И сюда я кладу еще сыр. Сыр. И сыр обязательно посыпаю тоже. Вот так. Чтобы это все склеивалось, понимаете? Вот так у меня все это... Оно выльется, вытечет. Потом я это все собираю, все равно я сверху это все равно буду сыпать. Оно у меня сейчас просыпается, знаете, туда-сюда. Но все равно это все одни и те же рулетики. Я палочки вот эти приготовила. И вот я сворачиваю рулетики. Палочку берем. Палочкой пронизываем рулетик. Кладем. Опять сворачиваем рулетик. На палочку нанизываем. Кладем рулетик. И вот так вот по очереди мы все это делаем. Палочку. 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 На палочку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доливаю водички немножко, закрываю крышечкой, взбалтываю весь сырный соус и дальше. Чтобы он весь вылился. И потом за 10 минут до конца я посыпаю сыром и уже сыр сверху он плавится, запекается. Вот такие вот у меня рулетики, видите? Сейчас поставлю пока сюда. Что делаем приборку, девочки? Уборку и проветривание помещения. Помните, как я дом убирала на видео? Самое смешное, что дом убирала на камеру, да? И потом у меня камера, я думала она у меня включена, а она у меня была выключена. И я думала, я делаю, я убираю посуду, отсюда, туда, все это делаю, полы помыла. Смотрю, а камера-то и не записывала. И пришлось заново все выгребать, всю посуду и опять мыть полы по второму разу, чтобы записать. Прикиньте, вот у меня такой был ляп. Так что, девочки, я обожаю мыть посуду. Я тоже, я не против мыть посуду. Мне всего труднее разбирать посуду полком. А посуду мыть. Неухоженный город. Ну, вы знаете, в каждом же городе есть неухоженные эти районы. Поэтому женщина там была, тоже там видно было, что она из неухоженного района. Неухоженные районы есть абсолютно в любом городе. Показали именно неухоженный район. Вам же не показали весь город. Как же вы можете написать неухоженный город, если вы видели всего два здания. Показали и все. Город, наоборот, очень красивый. Поэтому, как можно сказать про город. Там женщина такая была, о-о. Конечно, посмотрела. Посмотрела. Я, наоборот, сказала Виннии. Говорю, даже город минимум не показали. Показали одно здание. И все какое-то, в каком-то вообще, я не знаю, не знаю даже где это, что там показали. Наверное, старый-старый какой-то район, в котором уже, знаете, почти не живут. Знаете, такие есть районы, откуда почти уже всех выселили. И вот такой район показали. У нас Рыбинск, наоборот, всегда был очень ухоженный город. Очень чистый. Всегда. Может, маленький, может, там не модный какой-то, но всегда чистенький был. Я уже подготовила к духовке. Вот смотри. Вот у меня рулетики, видишь, такие. И я обязательно этот перескоп выставлю на YouTube, чтобы все посмотрели. Да, вкусно-вкусно будет. Сейчас что я буду делать? Я буду сейчас резать чеснок, потому что мне надо сделать шпинат. Плохая идея резать и читать. А что плохая-то? Нормально. Потому что если я введу машину и читаю, так что что-то резать? Ну, порежу я палец себе. Ну, что это смертельно? Не смертельно. Это не самое опасное, что я могу делать в своей жизни. Поэтому бриллиант в шоке. Ну, бриллианта здесь нет, поэтому будем резать и читать. Люба придет включить перескоп. Ну, посмотрим там, как, смотря, как будем это все успевать. Как мой сынок? Сынок, все у него хорошо, очень хорошо. Вчера мы с ним разговаривали. Сынок мне купил на Новый год дрон. Так что будем с вами на вертолете скоро летать. Буду видео делать над крышей дома моего. Говорит, мама, купил тебе дрон HD. High definition. Не знаю, как им пользоваться, но как-нибудь будем летать с вами. По деревьям, по крышам, с белочками, с девочками. Ну, да, заранее сказал, потому что он у меня спросил, что я хочу. Говорит, мама, ты не хочешь дрон? Я говорю, хочу. И он купил меня. А что? Лучше что-то купить, наверное, то, что я чему обрадуюсь. Правильно? Что Артему подарить? А к Артему я одежду послала, целую посылку. И джинсы ему, и всякие свитера ему, Донна Каран, и Майкл Корс, и всего-всего. Единственное, что он открыл сразу. Но я ему очень много одежды купила. Он любит, когда я ему одежду покупаю. Потому что он не любит ходить по магазинам и покупать вещи. Поэтому я... А для чего я нарезала вот этот чеснок? Я сейчас буду делать шпинат с чесноком и с еловыми, с кедровыми орешками. У меня духовка сейчас разогревается. Вот она запищит. Значит, она на тех градусах, на которых мне нужно. И тогда я ставлю уже. Ещё она не пищала. Сейчас я вымою этот сам... Вот видите, вы у меня вот здесь стояли. Это фигмент. Сейчас я вымою эту сковородку. И так вот. У меня есть крышечка. Я сейчас сначала потушу шпинат. Мне бы сама-то успеть на бал накраситься, одеться. Я сейчас проготовлю. Сейчас проготовлю так, что потом самой будет никогда и одеться. Время сейчас у меня 15 минут второго. А в 4 часа уже надо выезжать. Вот скажите, много или нет? Осталось времени. Надо уже одеваться. Да нет, минут часа хватит. Сейчас водички ещё солью вот этой. Крошечкой закрою. Я всё обнимаю воду. Привет, привет, привет. Ёлки на сегодня ему дали. Не говори. Не говори. Сейчас это всё потушится. Я положу туда чесночку, немножко соли и положу туда кедровых орешков. Видите, вот. Pine nuts. Я сказала ёлочные орехи один раз. И на меня смеялись. Перевела. Pine-то это ёлка. Вот. Смотрите, вот. Надо открыть крышку, чтобы выпарилась вода. А то она точно никогда не выпарится. А когда выпарится вода, уже туда добавляю я чесноку, чтобы чеснок не сварился, чтобы был запах чеснока. Пока я ничего не наливала масла, но налью. Когда вода немножко выкипит, я налью масло. Да, собачку очень жалко. Так и не нашли собачку. Ему очень-очень тяжело сейчас без собачки. Он же так к ней привык. Он же с ней разговаривает целыми днями. С женой же не поговорили. Жена же совсем не помнит ничего. Собачка мистера Джонса, которая на фотографии, на видео, которая с нами все время ездила в кабине. Добавляю маслица чуть-чуть сюда. Вообще остается очень мало этого шпината. почти ничего нет. Очень мало его остается. Итак, я добавляю чесночок. Вы знаете, когда чеснок добавляешь, что бы ты ни готовил. Но когда ты добавляешь чеснок, и вот этот запах чеснока по всей комнате, просто вообще умрешь, не встанешь. Настолько вот запах этот прекрасный. Которая собачка, собачка, которая с нами все время ездила в кабине, черненькая, курносая, типи, она потерялась у него. И та собака умерла, черная, которая тоже. Черная собака на следующий день умерла. Осталась у него одна рыжая. Добавили орешков, и сейчас все это, и все. Ну не говорите, прям мистеру Джонса вообще не везет. Кто-то деньги ворует у него. Так второй раз. Я же с ним познакомилась в банке, потому что у него деньги украли. И я вот это дело расследовала, я звонила в банк, и все. На той почве мы с ним познакомились тогда. Он мне про коров начал рассказывать. Потом второй раз у него украли, когда я уже там не работала. И вот сейчас уже тут собаки у тебя умерли. Ну вообще, конечно, бедные. Как он все это переживает. Ну и все. И вот это вот тот гарнир, который мы кушаем с куриными рулетиками. Вот они с орешками. Он такой, знаете, ну побаловаться. Даже можно картошечку вареную рядом положить. Если хотите, если нет, то нет. Ну вот такой вот. Сейчас я еще соли посыплю, и все. Мы дождемся с вами, конечно, рулетиков. Я вам покажу, как эти рулетики выглядят. Вот такое чудо мы понесем с собой. А Люба еще там купила креветки. В этом магазине креветки купила уже готовые с соусом. Все, вот это вот все у нас готово. Можно тарелочку куда-то положить. Сейчас. Очень полезное, очень вкусное блюдо. Конечно, его очень мало получилось. Ну, по ложечке возьмут, и ладно. Моих ровесниц, которые мы выросли на синей птице, и поэтому мы слушаем синюю птицу с удовольствием. Молодые девчонки, конечно, сюда приходят, и они не понимают синюю птицу. Нет, а есть такие, которые понимают. Не знаю, будем ли снимать мы. Да, король и шут я очень люблю. Агату Крестью очень люблю. Люблю Логутенко. как он, все время забываю. Муми Тролль, обожаю. Синяя птица узнала благодаря тебе, ничего себе, нет. Синяя птица у нас, конечно, из дома не выводилась. летала по всему дому, пока я маленькая была. Ну вот, Муми Тролль. А как ты его вживую слушаешь каждый год? Я обожаю его. You red girl. Red. Why I'm red? I'm purple. Вот я Ваенгу как-то не то, что я её не люблю, я её как-то, мне не удаётся её послушать, и я знаю, наверное, песню одной или две. Вот это вот, курить. Я курю, вот эта песня. Как рулеты? Рулеты жду, сейчас через 3 минуты запищит, и я посыплю сыром. Да, и мы делаем ковренные рулетики. Вон, тролль супер. Да. Итак, девочки, показываю вам. Сейчас покажу всем. Вот видите, рулетики у меня вот так вот пекутся. И сейчас мы посыплем сыром рулетики. И оставлю ещё минут на 10. И всё. Сыра у меня не так много, ну ладно. Они все с сыром в соусе плавают в любом случае. Вот. И опять я ставлю их на время. Вот. И опять я ставлю их в соусе плавают. В общем, И опять в коктіval в костюм. белизна от этой самой не отходит видео горячую плиту начала мыть сода и нельзя да надо было чтобы она остыла мне же все на сразу думаешь надо еще деваться я же не могу это все ждать ну ладно ничего на отойдет где вини вини на работе а я вот такая вся при параде передники ой передник честно говоря больше одела для того чтобы не испачкать свою красивую футболку потому что я очень люблю еще подумала думаю участка капнуть чем-нибудь а футболка у меня это такая любимая пошли в ванну нет не пойду в ванну точно не пойду с вами в ванну как гузаль гузаль все хорошо гузаль сейчас посижусь немножко там все пропищит я покажу вам рулетики уже пойду одеваться надо волосы уложить вот такие вот рулеты у нас получились вот сейчас подождите их поставлю куда-то получились у меня видите такие рулетики с сыром и получился у меня такой вот гарнир к нему это шпинат с кедровыми орешками и с чесноком вот то что я понесу с собой видите очень вкусно получилось конечно но очень вкусно такое ну все девчонки я на мне идти уже это самое собираться пойду я немножко в ванну приму хотя бы на полчасика и уже начну превращаться из золушки в прекрасную принцессу поэтому все увидите обязательно покажу все побежала как метер короче краситься мыться укладываться все девочки до свидания всех вас люблю спасибо что вы были со мной и готовили вот девочки ресницы наклеила смотрите конечно но такие они зашить и как будто на стоять ну как настоящий видно сейчас а любочка то у меня смотрите какая красивая мы вот такие сегодня сейчас мы полный рост вам покажемся тут же все мне есть девочки как вы думаете можно до суда что-нибудь вешать или потому что блестит я думаю ничего уже у меня даже ногти синие будут люба ты перчатки вы мне принесла перчатки мне вот так видите только что курицу делала любая я уже и в ванной полежала и маска еще это подходит нет это на новый год мне это оставить немного у тебя это желтое это не желтое зачем ты это делаешь посмотрите девочки и маска еще будет нас вот так вот я буду с маской ходить перчатки не обязательно я их сниму это только на начало просто сфотографироваться и все перчатки не надо да вы считаете но это чисто вот для прикола просто знаете это для прикола такой венецианский бал спасибо фигура пишет у меня хорошая люба конечно я голодала так вот так вот да он еще не приехал так вот смотрите девочки платье 19 долларов но вообще лечь не встать купила в россе ничего решить не надо хорошо с перчатками да я просто их чистого сфотографироваться а маску покажу пока наталья ходит за маской палочка сейчас палочку приклею еще не приклею вот видишь а мне что очки снимать нет если палочка как раз будет очки снимать не надо вот так будешь а что за балл венецианский балл сегодня у нас пойду палочки по приклеим и еще покажем сейчас пока идем мы это самое а за что им бан кому за то кто я не понимаю вы спрашиваете про кого про тот кто матом сейчас тут отругался что ли а ну вы можете делать трансляцию вместе с ними мне они не нужны так что вот поэтому вам написали но не буду переводить не хочу ну все давайте тогда счастливо вам и я еще раз выйду обязательно видите какие у меня реснички дэниел переживает что мы не успеем поэтому надо сделать спасибо мы еще выйдем мой а мне но я и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok